МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 сентября, в День дружбы народов, который в этом году отмечается в Самарской области уже в седьмой раз, в день празднования 435-летия Самары состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе столицы региона. Сегодня программа «Самара многонациональная» расскажет об этом важном событии для нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Важность объекта для сохранения культурного наследия региона отметили губернатор области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и приглашенные гости. Кладкой стен, резьба по дереву, покрытие крыши, изготовление изгороди – все декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами и умельцами. Некоторые строительные материалы привезли с мест традиционного проживания народов. К примеру, природные камни для возведения осетинского дома и подворья были собраны у горных рек в Южной Осетии. А для кровли национальных домов использовали не только керамическую черепицу. В ход пошли такие материалы, как солома, тез, дранка, фальц. На центральной площади в день открытия этнокультурного комплекса зачитали поздравления от главы государства Владимира Путина. Парк дружбы народов. Сам парк символизирует братское многовековое проживание на нашей самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий, в мире и дружбе, взаимовыручке. И очень знаменательно то, что открылся этот парк в день города Самары, что многократно подчеркивает значимость этого события. И именно здесь сегодня мы видим тот оплот дружбы, тот оплот единства, единения нашей российской нации, всех ее представителей вокруг этого замечательного сооружения, которое, я уверен, будет являться центром притяжения для национальных культур нашего города и нашей области. Действительно, уникальный этнокультурный комплекс, аналогов которому нет в России, представляет собой архитектурный ансамбль из 20 подворий этносов, проживающих на территории Самарской области. На территории в 12 гектар расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чуваший, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен. Благодаря акции, которую запустили Дом дружбы народов совместно с Общественной палатой Самарской области, каждый житель нашей страны мог внести свой вклад в строительство национального парка и передать вещи, предметы быта для наполнения домов. Экспонаты привозились со всей России. Многие строительные материалы были привезены с мест традиционного проживания народов. При расположении домов относительно к улице учитывались как национальные, так и религиозные особенности. В Самарской области делается многое для того, чтобы межнациональные отношения были гармоничными, чтобы люди разных национальностей, живущие на этой благодатной земле, были в мире и согласии друг с другом. Символическим и географическим центром парка является Центральная площадь. Для проведения всевозможных праздников и массовых мероприятий способны вместить несколько тысяч человек. Парк станет визитной карточкой многонационального Поволжья, зримым воплощением сплочений и дружбы представителей разных национальностей, площадкой для взаимодействия с представителями различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова